Заехали мы в поселок Виноградный. Поселок он называется? Да. Это вот трасса, которая ведет в Анапу. Виноградный в 20 километрах от Анапы. Раньше здесь был совхоз имени Левенина, знаменитый тем, что здесь было 34 героя социалистического труда, за 20 лет он присвоили. Еще человек 20 орденал Ленина получили. Это винограды, да? Да, да, да. Здесь работал такой великий директор, конечно, который сумел протолкнуть людям, чтобы вручить эти награды. Поляков, поляков. Сам он жил в Анапе, где-то табличка висит. Работал. А сейчас, я не знаю, если нам сегодня удастся, самая мощная виноградная фирма Кубань Вино. Ее агрофирма, агрофирма Южная, закладывает здесь винзавод. Винзавод на месте старого завода. И будет тут завод. По просьбе нашего подписчика в поселке Виноградный нам нужно найти конкретный адрес и снять объект, который он купил или хочет купить. Нет, нам нужно измерить фундамент, который на его участке, чтобы он конкретно ориентировался. Ну вот, похоже, фундаменты. И кругом тут новые дома. Дома не бедные. Как? Дома современные. Похоже, вообще вся эта улица довольно новая. А, ну она и называется вообще-то новая. Правильно называется. Поселок Виноградный. Богатый поселок. Смотрите, как тут люди строят красиво. Борилдеры говорят, что тут гораздо дороже, чем Джигинг. Он все-таки 20 километров до Анапы. А Джигинка считается 25. Ну и Джигинка это старое село, а тут посмотри, какие простые размахи. Тут в основном люди с севера приехавшие. Ну конечно, вот эта новая улица. Там жасминовая, цветочная, параллельная. Вишневая. То есть тут достаточно много. Другое дело, что в эту сторону газа не видно. Вот труба только здесь, наверное. Ну это такая проблема. Ну как мы считали, экономия на газе съедается вообще ценой на жир. Это теоретически. Это теоретически все. Если будете строить сами, тогда как бы может и не съедается. А кто тут строит, мы не знаем, есть ли тут застройщики. В плане компаний строительных или только частники. Не узнавали пока. В общем, вот такой просторный. А вон мы выезжаем на трассу. Огромный поселок. И вот эта часть газифицированная. Видите, тут везде газовая труба. Ну это старая часть какая-то. Да, и даже старая часть выглядит вполне достойно. Я не вижу маленьких развалюшек. Здесь был очень богатый совхоз. Потому что очень умный директор. Поэтому он старался устроить людям достойную жизнь. Ремонт стиральных машин, кондиционер. Конечно, проблема с отключением. Продаю. Давай с фото. Давай с фото. Продаю. Улица Новая, 14. Не видно.